Продолжение следует... 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 Это, безусловно, очень интересная встреча между Федей Горстом и Корей Тьюэлом. Если у нас что-то еще на ТВ-столах, Холман Сераштан вы наблюдаете вместе с нами, Сергей Луцкер, Санчес Руис, наверное, тоже весьма интересная встреча предстоит. Вот Евгений Сталик, Дарья Сиротина, Кристина Ткач, Денис Граба и это все встречи, которые идут у нас на ТВ-столах. А мы с вами возвращаемся на нашу встречу. Ну, есть упавшие шары, есть, в общем, самый хороший разбой удался Андрею, есть у него игра по единице. Практически автоматический выход на второй шар. 4-6, наверное, вот что будет представлять определенные сложности для Андрея в этой позиции. Нужно ему продумать, как с двойки со второго шара выходить ему на четвертый шар. Есть у него резко он набрал на второй шар, соответственно, биток может поднимать. Посмотрел он, проходит ли четверка мимо десятки, должна она проходить. Не замазал ли он, не замазал ли он свой шар? Говорят мне тут, что я не представился, Илья Скворцов, как и вчера, с вами сегодня весь день. Добрый день еще раз. По поводу того, что я шептун, вопрос, наверное, заключается в настройке оборудования. Постараемся чуть улучшить это, но, наверное, буду я погромче чуть-чуть говорить, хотя, опять-таки, не могу же я кричать, находясь около ТВ-стола. Отлично справляется у нас с ударом Андрей, молодец. Ай, Торстен Хомена никаких эмоций на лице пока нет, но оно, наверное, и понятно. Первую партию он собрал. И сейчас в его руках не находится ничего, все в руках Андрея. Не очень Андрей доволен выходом на прямую шестерку он вышел. Соответственно, это несколько осложняет просто. Ему выход на седьмой шар, ну, решил не мудрствовать лукаво, сыграл на Клапштойсе. Семь чуть далековато, но должен он, безусловно, забивать этот шар. Выход на девятку несложный, с девятки на десятку также проблем не должно возникнуть у Андрея. И будем мы надеяться, что он сравняет счет в этой встрече. Один-один должно, конечно же, остановиться. Пошел Андрей за удлинителем. И будем надеяться и болеть, наверное, за Андрея. Я думаю, основная аудитория у нас все-таки поддерживает именно Андрея. Безусловно, есть свои поклонники и у Торстена. Но они, наверное, сосредоточились сейчас на английской трансляции, которая проходит параллельно. Михаил Коплуков и, забыл, к сожалению, имя человека. Менеджинг-директор компании «Динамик», господи, «Динамик», «Даймонд Биллерс», организация, отвечающая за производство и поставку столов «Даймонд». Помогает сегодня у нас Михаилу. А Андрей у нас справился с поставленной задачей. Есть у него партия «Ския». Обменялись соперники партии «Миския». И это, конечно, прекрасно. Тем интереснее смотреть, тем интереснее для нас, для зрителей. 1-1 в игре до 8 побед. Так, есть какие-то у нас претензии у Торстена Хомена к тому, как поставлена пирамида. Ну, всё, вроде бы удовлетворён он. Соответственно, будет он сейчас у нас разбивать. Падает биток. Падает биток. Смотрим мы за позицией. Позиция открытая достаточно. Опять-таки, возможно, определённые проблемы могут возникнуть на выходе на четвёртый шар. Немножко мешает восьмёрка. Но, в общем и целом, открытая позиция и удар с руки – это, безусловно, подарок. Подарок от Торстена Хомена Андрею. Не на день рождения, но, видимо, на приближающийся Новый год. Надо пользоваться. Надо забирать... Надо забирать эту партию и... Забирать разбой немецкого игрока. Так, немножко ошибся у нас Андрей. Заделал он шестёрку при выходе и, по-моему, чуть-чуть мажет ему эта шестёрка на третий шар. Мажет ему этот третий шар. Посмотрим, что он сможет... Придумать. Смотрит он выход, наверное... Нет, проходит она чуть-чуть. Я пристал в своей комментаторской позиции. Просто посмотреть ситуацию живую на столе. Проходит тройка. Всё отлично. Тут Торстен не очень, наверное, доволен тем, что у него упал биток, но всё было в его руках. Отлично. Убрал, наверное, самый проблемный шар Андрей. И остался, наверное, один у него вот такой действительно качественный и хороший удар, который ему нужно сделать, это сейчас. Это выход с пятёрки на шестёрку. Смотрит он, я понимаю, выход через два борта, но мешает ему в седьмой и десятой шары этому выходу. Поэтому, наверное, всё-таки будет он через один борт выходить. Хотя посмотрим сейчас, что придумает Андрей. Играл от двух бортов, хорошо провёл, немножко, наверное, не докатил он биток до той резки, которая ему бы была нужна и которая была бы удобнее просто. Это, безусловно, шар, который играется, это, безусловно, шар, который забивается, но просто не самое удобное и резко. Опять-таки, ну, ещё зависит, наверное, от игрока, насколько он любит обратные резки, насколько он их чувствует, понимает или нет. А что у нас с битком? Не прикатится ли он вплотную к семёрке? Нет, нормально. Биток останавливается, это удобное, достаточно удобное расстояние. Для того, чтобы сыграть седьмой шар, Андрей сразу посмотрел, откуда ему удобнее играть восьмёрку. Удлинитель. Мягкий удар, биток остался практически на месте. И... 8-9-10. Три шара. Именно эти три шара у нас наделяют Андрей от того, чтобы повезти в этом матче, от того, чтобы счёт стал 2-1. Так, пишут мне в комментариях, чтобы держал я вас в курсе, что будет на других столах. Постараюсь. Единственное, надо понимать, что другие ТВ-столы, они находятся вдалеке от основного ТВ-стола. И не всегда это... Не всегда это будет просто, но, да, конечно, я постараюсь держать вас в курсе происходящего. А у нас Андрей собирает партию. Да, он молодец. И 2-1 повёл он в этой встрече. Его разбой. Это, безусловно, хороший сигнал для него. Запрать чужой разбой и повезти в счёте. Главное, естественно, не расслабляться, оставаться в тонусе. И продолжать. Уверенно собирать, как он делал это последние две партии. Продолжение следует... Так, вот Андрей у нас тоже тщательно проверяет установку пирамиды. Я смотрю, вот он... У него тоже были, видимо, небольшие претензии к последнему ряду шаров. Видимо, что-то... Мне очень нравится игроком. Возможно, шаблон. Шаблон такой, который не совсем чётко позволяет установить последние шары, но, тем не менее. Пирамида установлена. Пирамида установлена. Так. Повезло здесь, на самом деле, Андрею. Снесло у него биток одним из шаров. И был близок он весьма к тому, чтобы уронить биток и повторить ситуацию предыдущей партии. Только ровно в обратном... В обратной манере, да, отдать игру с руки и биток Торстену Хоману. Но нет, биток устоял на столе. Извинился Андрей за эту небольшую удачу, которая ему сопутствовала перед Торстеном. Но явно здесь он не виноват был. Ему в любом случае досталась не самая простая позиция. Играть с Луза всегда неудобно. Да ещё и нет открытой игры по единице. Заказывает он дуплет. Ну, он попытался, да, чуть-чуть он перерезал шар. Не самая удобная позиция осталась для Торстена. На тройку ему достаточно сложно будет выходить, да, то есть есть шанс уронить биток как при резке в угол, так и при резке в центр. Не самое очевидное, наверное, решение и не самая очевидная позиция. Ну, вот, решил не атаковать Торстен, решил отыграться и... Нет, мне не удался. Не удался ему отыграть шар. Как мы видим с этой камеры, однозначно он виден. Здесь, наверное, ещё момент в том, что ТВ-стол, поскольку он используется, во-первых, меньше всего, во-вторых, поскольку здесь есть... Софиты, да, и освещение чуть лучше, он, наверное, чуть быстрее, чем... чем остальные столы, и к этому, безусловно, надо привыкать. Профессионалы такого класса, которые играют у нас сейчас на столе, они, безусловно, должны учитывать эту особенность, но, да, мы точно так же должны понимать, что все мы люди, и кто-то просто элементарно об этом может забыть, задуматься и сыграть немного не так, как это... как того хотелось бы. Справляется у нас Андрей с единицей, хороший удар был, вышел он на тройку. Немножко недоволен выходом на четвёртый шар, но, в общем и целом... В общем и целом, этот шар, естественно, играется. Выход на пятёрку, вот вопрос, один борд или два. Видели мы, что в основном играют два борта у нас, да, на этом столе более контролируемый удар. И, собственно, Андрей выбрал такой же вариант. Вот в комментариях, да, пишут о том, что была за ситуация у Андрея и Торстена в прошлом году. Если хотите, можете прочитать. Это в комментариях к нашей трансляции. Это, собственно, ровно тот же вариант, который я слышал и от Андрея. Меж тем, он у нас успешно справляется с пятым шаром. Есть шестой шар, и четыре шара отделяют его от того, чтобы повести 3-1 в этой встрече. Это не преимущество, когда ты играешь с Торсеном Хоманом. Но это неплохое, это весьма неплохое задел на будущее. Неплохая заявка, опять-таки, главное не расслабляться, играть на максимальной концентрации и играть свою силу. Перекател вот немного Андрей, хотел он выйти под середину. Получилось выйти на угол. Тоже он не совсем, да, еще привык, наверное, к оборудованию, к тому, что стол чуть-чуть быстрее. Но в любом случае молодец. Расстроился, немножко побереживал. Хватило ему пяти секунд для этого. И тут же, тут же собрался на следующий удар. И ведет он нас 3-1. И это, опять-таки, хороший задел. Очень хороший задел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Должен Андрей справляться Вот небольшая ошибка Чуть-чуть перекатил он Оставил у себя не ту резку, которую хотел оставить Соответственно, приходится вносить уже некие исправления в свой план игры Который был у него до того Двойка в Лузе По поводу комментариев по матча Евгения Сталева Я так понимаю, ситуация была ровно такой же в прошлом году Параллельно в Олимпийском идет подготовка концерта Не знаю, насколько слышите вы музыкальное сопровождение, появившееся у нас Собственно, то же самое происходило в прошлом году Когда заиграла музыка, Евгений сказал, что он не хочет продолжать встречу Если это произошло сейчас, ну, видимо, да, видимо Это та же причина У нас Андрей справился с забитием тройки Чуть-чуть, наверное, он не докатил до четвертого шара Сантиметр два ему, наверное, не помешали бы здесь Приходится, потому что Из-за того, что он не докатил Выходить через короткий борт прокатывать Тоже, наверное, не совсем он доволен тем, что Не докатил немножко Но здесь уже, наверное, ситуация проще Можно сыграть на клапштосе Можно оттянуть Главное, естественно, не перестараться Да, близок к тому, что Андрей, чтобы собрать Свою партию из Кия На прямой шар он вышел Прямую семерку Надо ему использовать ширину луза Для хорошего выхода на восемь Но здесь надо помнить о том, что столы, да, достаточно строгие Мне явно строже, чем столы динамик Здесь опасно достаточно, может быть Когда ты играешься шириной лузы Решил сыграть у нас на оттяжке Андрей Наверное, не дотянул немножко Достаточно неприятно у него резко вдоль борта Плюс, опять-таки, вопрос Как выходить на девятый шар Потому что текущее положение битка Немножко ограничивает его В пространстве для постановки битка Если бы биток был выше, естественно Провел бы Андрей шар Над центральной лузой Вот здесь Да, восьмерка Восьмерка в лузе Но вот резко он Резко он оставил себе еще тоньше, чем Она была до того на восьмерке Безусловно, Андрей должен забивать Отлично справляется у нас Андрей Немножко Немножко перекатил Но в общем и целом Нормально, должен забивать эту Нужен забивать эту десятку Да, есть партия эския 4-2 становится счет А ко мне тем временем присоединяется в комментариях Павел Щербинин Паша, доброе утро Всем привет Много интересных матчей нас ожидает сегодня Да, я сразу обращу Кстати, твое внимание Здесь у нас есть комментарий онлайн То, что мы можем читать И тут вот нас пишет, что Евгений Сталев Нас, по всей видимости, снялся с турнира По той же причине, что и год назад Когда заиграла музыка, которая сейчас на время Притихла Помешала она ему, видимо, в очередной раз И по всей видимости он снялся с турнира Хотя, естественно, пока не закончится этот матч Подтверждения у нас не будет Но, тем не менее, достаточно интересная Информация Можно посмотреть либо по, наверное, сетке Если там есть минус один Нету, да? Пока не обновляется Посмотрим Как у нас продолжается интересный матч На самом деле Несколько наших молодых спортсменов Играют как раз именно Зарубежными приглашенными звездами Андрей в числе Этих как раз молодых спортсменов На самом деле Пока с противоположным То есть, да, если Братья кого-то упомянул Сергей Луцкер проигрывает Санчо Сурову То, что называется В одну калитку По-моему, не выиграл еще ни одной партии У него там 0,5 Сейчас я его буквально встретил На подходе к Олимпийскому 6-1, он сказал 6-1 Ну, а Федя молодец Он обыгрывает Кори Дьювила 4-0 Да, вот это, конечно Будет действительно Такой неожиданностью Хотя, если честно Что касаемо Феди Не удивлюсь Если это будет так Конечно, это будет Огромный праздник В том числе и для поклонников Российского пула И для всех тех Кто Федю знает хорошо Кто болеет За него Что очень много Последнее время он играет Очень много выездных турниров У него Огромнейшая просто практика Даже несмотря на его юный возраст Я думаю В свои годы Он даст фору Очень большому количеству И любителей И даже Людей Которые участвуют На Кубках России То есть Средних игроков Потому что первый Первый Евротур Кстати, который Федор играл Вот буквально Самый первый Это произошло Буквально два года Тому назад Вот мы вместе все Кстати Ездили тогда в Италию И Я как раз был вместе Вот с ребятами С Андреем С Максимом Дуданцом И с Феди То есть я как раз На тот момент Был единственный По сути Кто мог водить машину Но мог Андрей Конечно Он только получил права Но поэтому не стали Да И мы из Германии В Италию Вот как раз Нас четверо было Ездили И вот для Феди Это был первый Евротур Причем он даже На тот момент Уже Если я помню Вошел в 16 Сильнейших При том Что он обыграл Такого Достаточно именитого И титулованного Спортсмена Австрийца Марио Хе И тут был Очень интересный факт Мы единственные С ним Кто Ну конечно же Были Константин Степанов Руслан Чинахов Но вот они Летели отдельным рейсом Вот И мы с Феди Решили съездить Там недалеко совсем было 30 километров Съездить в Венецию Посмотреть Поскольку никто Никто не был Ну вот поехали вдвоем Быстренько все Оббежали В итоге Опаздывали на встречу Какие-то пробки Оказались На подъезде К тому месту Где проходили игры Вот Ну и в итоге Феди буквально Забежав В бильярдный зал Вот так же Как сейчас У Сергея Луцкера С Санчесом 6.1 он повел Насколько я помню Тогда у Марио Хе Конечно Марио просто был в шоке На тот момент Марио по-моему В пятерке Пятый был по рейтингу Евротуров И тут приходит Прибегает молодой мальчик Который просто И просто его разрывает То есть Не понял У нас небольшой перерыв Андрей взял перерыв А счет У нас 4-3 В пользу Андрея Торстен собрал Свою партию Ския И на самом деле Матч нас этот Пока радует Тем что Достаточно много У нас партий Собирает Ския Андрей по-моему Собрал все Свои разбои Если я не ошибаюсь Торстен Вот тут Опив Один раз Битокный разбой Собственно Отдал Преимущество Пока в этой встрече Андрею Феди Вот нас пишет Уже 5-0 Ведет против Попротив Кори Дьюил Кори на самом деле Еще Жаловался Вчера После встречи С Санчесом Руисом То что он Вверх Немного устал И переживал По поводу того Что практически Одна ошибка Может Может решить Исход всей встречи Но Это На самом деле Типично Для турнира Высокого уровня Коим безусловно Является Кубок Кремля Вот Дэвид Алькаида У нас Подошел Посмотреть На встречу Видимо Он Сыграл Свою встречу Так Да Дэвид Подтвердил Что он Выиграл Свою встречу Играл С Эдманом Зай Соответственно У них Встреча Весьма Видимо Быстро Прошла Наверное То что Называется В одну Калитку Так Ну Нету На самом деле Пока Все равно Еще Четкого Понимания Что Случилось В матче Сиротина Сталев Но Все таки Уже Появилось Появился Счет 8-1 Напротив Этой Встречи Сомневаюсь Что так быстро Дарья Сиротина Могла бы Обыграть Евгения Поэтому По всей Видимости Действительно Он просто Снялся С турнира Звук Терри Стре К Стре Встрече Продолжение следует... 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 тем временем андрей собирает партию партию ския по-моему все его разбой вот все свои разбой он собрал ския молодец отлично кстати обратите внимание вот третий день у нас игра и вот что касаемо разбой гораздо стабильнее он стал по сравнению с первыми с первыми днями вот видим мы на трибуне отца андрея сероштана и тренера сборной россии и йохан рюйсинг новоиспеченный скажем так тренер сборной россии уже не совсем новую животное уже год прошел примерно да но это специалист который был приглашен как раз именно на работу со сборной страны известнейший специалист в мире пула это голландец вот нельзя здесь конечно провели не провести параллель с голландским 3 с голландскими тренерами сборной россии по футболу здесь немножко иная ситуация все-таки здесь здесь есть с кем работать из игроков и это приносит приносит свои плоды конечно же йохан был тренером как раз именно по сборной европы нильс файер ник ванденберг все знаменитые голландские игроки очень лестно отзываются о его работе наши спорта биток их не повезло андрею на самом деле немножко сейчас бы опять упал биток но тем не менее позиция вообще не вырастая вот наверное она непростая именно с точки зрения единицы да безусловно я имею ввиду позицию битка и первого шара наверное от нее и будет цесить опять таки да вот как выйти мы помним что вчера во встрече он санчес руи сыграл вот одна логичная была позиция только на другом бриллианте того же того же борта я ты его отыгрыш был то что играть здесь надо сильно очень большой риск двойного удара ну мне кажется 9 процентов отыгрыш я думаю это будет отыгрышка вот здесь на самом деле опять таки как и в прошлый раз достаточно сложная ситуация да вот или всего того что разбой хороший выдался торсона и много шаров попадала всего 6 на столе осталось 4 шара упала но вот биток после ряда с ударений посмотрим посмотрим что будет тем не менее параллельно нас проходят еще турнир также по русскому бильярду который 277 участников вот на соседнем столе также играют наверное одни из фаворитов это сергей коржановский росла вторновецкий недаром встречу поставили на тв-стол крыжановский ведет 21 насколько это вижу так есть вот решет игры здесь другого наверное не могло бы сложно сразу 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 хочется наверно вот посудят посуде в такой позиции если брать если брать сверху сыграть дуплет это людям которые очень любят атакующий бильярд но на юрике смирюшкина с нами сегодня нету поэтому юрий скоро появится он он в пути но тем не менее он не за столом поэтому да ну я думаю многие бы пытались сыграть дуплет в принципе если контролировать биток но здесь непонятно что будет с единицей посмотрим я думаю это будет все таки вот играешь нет все таки дуплет все правильно лично отличный удар и тоже дуплет он здесь идет с выходом рискнула рискнула андрею но помогла ему при пятерка попал он в нее хорошо что не встала маска да ну вот в этой партии я считаю самый решающий момент как раз буду сейчас в этом ударе да и не даром он берет перерыв сейчас небольшой нужно немного успокоиться надо забить 4 надо наверно забить 5 не задевать шестерку я знаю очень достаточно много времени также посвящает именно спортивной психологии и он не просто для этого время время он студент именно где-то психологии педагогического института и поэтому у него это даже можно сказать специальность и конечно же вот бильярде психология вот уже на таком уровне она играет еще ключевое назначение только не на шар это очень обидно немного по-резки он не не попал то есть не попал идеально по центру музыка как он целился и соответственно немного сдвигается биток ну здесь здесь само собой конечно прокат вперед потому что других вариантов здесь просто не принтер мне данных выход выход будет выход будет нужно просто забить еще конечно вот судья судья стоит рядом смотрим очень сложный удар очень сложный идеально справляет сейчас в этот момент них от слава богу до биток не падает и скажу так не менее сложный вот сейчас удар да нужно миновать центральную лузу надо играть я думаю будет играть без удара конечно по скату аккуратно играть здесь на ударе очень сложно но на этом узи да еще и здесь мы играем биток на борту простолах американских даймонд на которых это делится сложнее смотрим перерез а ту нет перерез нет к сожалению к сожалению да но не повезло наверно в крыльях и степени ряд сложных ударов делал андрей вот он да даже 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 фотографу показывает что немного увело стол до расстроен он конечно ошибкой наверное все таки был удар по четверке когда он накатил биток на девятку приклеил практически к ней вот это было ключевым ключевым моментом да потому что это соответственно ограничила его возможности очень сильно ограничила смотрим у стола стола творством да здесь данный скорее всего 5 4 будем надеяться очень мы верим что не сломает это не как конечно андрея так вот так бывает да потому что таких таких играх вот мы видели вчера наблюдали за играми профессионалов как один момент одна нелепая случайность ошибка приводит просто все с ног на голову может поставить сергей узкер у нас проиграл санчи сыруешь да на самом деле тоже интересно наверно встреча была потому что ну судя по счету сергей не очень проявил себя но возможно что ему и не давали это проявить потому что сергей как мы знаем тоже любит настолько агрессивный стиль игры и где-то где-то конечно может и повести и как угодно но он выиграл последний кубок россии на одном везении там никак не выиграешь то есть он стал играть умнее чем играл раньше вот но две машины встретились одна испанская одна российская но вот в этом в этом случае выиграл испанец который отдалил всех кстати включая кори девила и константина степанова виталия паулухина проверяя проверяет андрей разводу эти другой разбойник да мы видели как кори дева разбивает русским и и мастера рисова здесь пуски русское оборудование андрея патрикает рбк 3 это считается на данный момент я думаю одним из если не лучшим кием именно для разбоя и кстати вот как комик комментирует один биток падает обидно вот после череды с ударений отлично разбил два шара упала да ну где-то 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 какое-то касание произошло и падает шар падает шар безусловно расстроен 3 да здесь любой расстроится на самом деле на его месте но когда ты играешь против чемпиона мира ты надеешься что хоть какой-то момент тебе будет везти но у андрея было на самом деле небольшое везение когда также у торста ну пал биток и собрал эту партию посмотрим очень очень сейчас и велика вероятность что конечно это будет будет равный счет но опять таки надо собрать надо еще собрать собрать то на глобальных сложностей здесь нет возможно только с четверки на шестерку выход и 2 на 3 час посмотрим как будет играть торстон скорее всего это будет использовано правое вращение час или видно как раз верхней камеры и да и вот два борта до идеально попадает обходит восьмерку ну вот до 4 на 6 кстати ну достаточно прямой шар без украины ну вот да сейчас ему на 4 куда не неудобно выходить безусловно прямой шар посмотрим что придумает торстон кстати мне кажется просто даже прямой ну будет играть на вращение опять-таки мы видим да то есть для того чтобы расширить оп вот не попадаю вот то что происходит вот кстати да и пытался использовать немного ширину лузы ну да на самом деле то о чем мы уже говорили это стол даймонд здесь очень надо точно попадая здесь опасно использовать ширину лузы ну да на таких углов на таких углов точно посмотрим что как реализует андрей любом случае за него болеем два борта отлично но сейчас немного далековато он конечно прокатывает неудобно ему тянуться и с учетом идет наверно и за угленителем у нас были в руку надо надо оттягивать оттяжка с левой руки за девятку нет нет не должен должен прокатиться нет все-таки маска все-таки маска все-таки маска да и он на самом на самом деле уже по его реакции было видно он еще биток даже до девятки не докатился он уже к сожалению видел но он понимал конечно по раскатыванию да непростая ситуация предстоит смотрит возможно сможет достать он через сбор немного поднимает и но биток может быть и так и в угол упасть данная именно так ли происходит но и вот здесь наверное уже подарков от торсона больше не будет да счет у нас до 5 4 у нас счет не болит небольшая у нас небольшие технические неполадки сейчас все исправит да все-таки собирает эту партию торстон к сожалению да счет сравнивается и к сожалению еще и его разбой да 5-5 это опять таки вот цена ошибки на таком уровне на турнире такого уровня мог делать андрей 6-3 причем именно да вот две ошибки был и была ошибка от торстона я даже не имею ввиду нету столько партий сколько предыдущего когда андрей вот биток на девятку накатил и вот это конечно такая ключевая ошибка 5-5 мини матч до трех побед нас ожидает и вот здесь конечно ну конечно же как и во всем матче но вот здесь особенно каждая партия она имеет огромнейшее значение огромнейший перевес может быть на стороне каждого я думаю сейчас вот эти ближайшие две партии разбой торстона следующий разбой андрея будет очень много решено и мы как раз посмотрим вот здесь уже психология таких моментах уже экватор встречи пройден торт он безусловно опытнейший игрок неоднократный чемпион мира ну и андрей скажем так минуту андрей чемпион европы среди юниоров был в свое время также выступая выступает на ездит на евро туры занимал пятое место на евро туре смотрим за разбоем торстона шары упавшие это это уже хороший знак да знак хороший но посмотрим здесь образовалась такая небольшая группа шаров да вот 35 я полагаю андрей наверное будет как разбиток ставить в область но не сильно ли далеко от борта стоит единица посмотрим ему конечно же виднее но мне кажется спрятать биток именно вот эту группу будет правильно но время тем временем феде ведет 72 нам подсказывают и наверное это означает вращение курить его с данным турниром да я думаю здесь конечно сложно будет при поочередном разборе видим мы его устала сейчас далеке он да делает делает тот и крыш андрей но задевает наверно восьмерку не так как планировал виден шар виден видят если например мы в предыдущих матчах видели как идет борьба за единицу здесь еще совсем не ясно что делать с парой 35 никак не играется я думаю там будет опять таки игра пола сейчас этого ракурса видите вы что на единственное наверное куда можно сыграть тройку это вот с верхнего плана верхняя угловая луза с правой стороны но да но выйти настолько узкую зону очень проблематично в общем тогда с учетом еще положение двойки которые находятся на коротком борту совсем проблематично поэтому там проще вот игрушек если сверху смотреть тонко по правой стороне единицы но для того что это надо идеально папа идеально тонко так чтобы биток вернулся обратно это очень сложно попадая чуть толще биток роняешь в угол этот удар он характерен больше для как раз игры на соседнем столе этот в русский бильярд такие удары можно играть здесь очень опасно смотрим что в сторише торс на что он выберет и самое главное как он сыграет целиться вниз мне к остановку будет делать и уводить пытаться подбивать мне кажется он будет двойку двойка падает так а если сейчас станет маска нет маски не встанет и не будет возвращает до единицы на игре давно не устала а что стройка делаем здесь здесь вам проблема надо видимо надо играть 3-4 борта подводить металла правый 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 винт будет использован расширяет три борта как раз вот мы сейчас посмотрим именно с этого ракурса как пойдет шар вот он смотрит вот второй вор 3 борда биток идет в сторону но как он именно встанет да здесь опять-таки попасть в точку попасть в точку диаметром 20-20 сантиметров даже наверное и чуть меньше вот тут кстати вот в приходе до вопросы по поводу ширины лузы что и как честно по цифрам это мы можем узнать у нас пол смит здесь недалеко на улице чуть-чуть позже ставитель компании даймонд но то что стал ведь строже и вот маска не на маске отлично отлично хорошего пройдет пройдет ли тройка мимо пятерки должна подходя а давайте с другой камеры посмотрим я думаю проходит да наверно это опорида на и но 58 там комбинация опять-таки очень сильно очень сильно здесь решает этот удар посмотрим да по ширине лузы себя два шара не проходят немного по-другому здесь идет зарез и вот это вот полка то есть там немножко глубже находится по по цифрам дать чуть-чуть попозже попробуем уточнить у пола и вернемся к вам с ответом да думаю сейчас мы посмотрим эту партию спросим да потом сюда партию закончится так 5 8 5 8 сложный удар достаточно плюс надо еще пятерку от контролировать не не накатите и наши здесь надо попадать попадать кроме конечно блок смотрят все обстоятельно конечно все это делает андрей так да отлично отлично молодец после пятерки шестерка пойдет в эту же лузу 7 много вариантов куда угодно эти вот тоже интересно будет почему-то мы не поднимали эту тему за исключением только когда вот играл кори но я думаю юра когда к нам присоединиться я думаю чуть больше знает именно об этом вопросе кто играет таки какими киями я не знаю например каким играет торсон хоман но знаю что андрей сараштан играет и ким пичау насколько мне известно это не джакоби нет он играл джакоби я даже очень хорошо помню такие он не как-то давал даже на турнир шикарный киев вопросов нет но вот видим он посчитал что и печал большему подходит и сожалению кристина проиграла нам подсказывает денис грабы очень хорошо она выступал на этом турнире выносила все свои встречи но к сожалению выиграла здесь уже денис граба один из ведущих игроков европы здесь уже немножко по-другому все так у нас жалея ну надеемся что андреяна забьет эту десятку да отлично 65 молодец а молодец было сложно сложная ситуация а и Так вот, проинформировали нас о том, что 114 мм размер луза, соответственно, при стандартном размере шара 57 мм Ну, простая математика дает вам понятие о том, что никоим образом не проходит два шара Идеально, по сути, попадая, они встают У динамика мы знаем, что два шара проходят Да, причем там с запасом с таким Но еще вот буквально вчера я как раз смотрел Именно вот створ и луз немножко по-другому сделаны У динамика они несколько шире идут То есть раствор луза немножко по-другому Здесь он вот прямой Поэтому, конечно, нужно более точно делать удары Счет у нас 6-5 в пользу Андрея Сераштана и его разбой Вот сейчас, если не самый важный, то один из самых важных моментов в этой встрече Да, нужно забирать, конечно, Андрею свой разбой Он проконтролировал биток, отлично Вот это то, что должно быть в десятке, тройка падает Отлично, смотрим на резку на копейки Есть резка, отлично, открытая позиция Молодец Очень давно я его знаю с самого детства И встречались мы еще с ним на любительских турнирах Когда совсем маленький был, его приводил дедушка Да, я тоже помню эти моменты Он привел его в бильярд Ну вот, помню даже первой нашей встрече Ну, конечно, он тогда был совершенно иного класса игрок Совсем маленький мальчик Лет 9 или 10 И после того, как он проиграл мне, он плакал Но вот сейчас уже, конечно, прошло много времени Очень много титулов у него И очень хорошо я его знаю, много мы общались И не только по матьке бильярдовой Очень хорошо дружим И, конечно, за людей, которые тебе близки Ты всегда переживаешь гораздо больше В какие-то моменты я начал понимать Что за ребят я болею иногда больше И переживаю больше, чем за самого себя Когда выступал Такие возникают моменты Тем временем, отлично делает горсть Андрея Плотно, уверенно На самом деле, если не брать в расчет Вот такие небольшие ошибки Сейчас, конечно, мы дождемся окончания этой партии Да, напрямую То есть минимально использует как раз Ход битка для того, чтобы максимально проконтролировать В общем, у нас, наверное, в центр Хотя нет, наверное, далеко от центра В угол, наверное, все-таки будет играть Андрей Ну, чуть-чуть, наверное, не дотягивает Да, посмотрим на восьмерку Вот у нас Ну, просто В комментариях Борис, лично скажу тебе Ты можешь узнать этот вопрос у самого Андрея Это действительно правда Здесь я никого не обманываю Ну, не, на самом деле Я могу только подтвердить Потому что сам был свидетелем На момент восемь-восемь или девять лет Смотрим здесь Нет, немного, немного не так, как он хотел Снова перерыв Снова перерыв При этом ударе автоматически идет выход на десятку Ну, тут главное еще не перестараться, конечно Да, абсолютно ничто не мешало Андрею Такие удары иногда, то есть, перерезают спортсмены Для того, что в случае В случае того, что если не падает шар Он просто не уходит на короткий борт Происходит опыт Но мы будем надеяться Есть девять в лузе Есть выход на десятку Будем надеяться, что поведет у нас Андрей Сераштан Семь-пять Да, семь-пять 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 становится счет Молодец, Андрей И осталась ему Одна партия То, что по-английски называется Он за хилл Пытались мы на турнирах АБН Подобрать российский аналог Поэтому, но и так на самом деле Не смогли толком Придумать удобоваримый вариант Посмотрим, что дальше Вот это, видимо, была одна из таких решающих партий А, кстати, вот Вижу, как Максим Дуданец А как сыграл Максим Дуданец? Может быть Выиграл Пацуру Айс 8-1 Ага, выиграл Отлично А, да, вот Вижу, как раз Да, вот Ну и Федя, соответственно Борис Борис нас информирует здесь в комментариях По поводу осталось всего счета И, кстати, тоже Виталий Пацуру 10 чемпион Европы По восьмерке Тоже мы это уже Обсуждали То есть, не смотря даже на то, что Игрок представляющий Наших братьев Славян с Украины Чемпионом Европы Быть среди взрослых Это очень почетный титул Смотрим разбой Торстена Надеемся, что упадет биток Ну, мы скажем так Мы надеемся, что это будет последняя партия Но сейчас все в руках немецкого игрока Это действительно так И для него, на самом деле Так Падает семерка Семерка Игра на единицу Смотрим, есть игра на единицу Но сложность сейчас появилась 3-5-6 Да, вот это вот Причем тройка играется, на самом деле Только в одну сторону Да, то, что она сейчас на экране Это по длинному борту Вывод трилузы И выход там Но совсем неоднозначный Не проходит она За пятерки и за шестерки Поэтому Такая непростая ситуация Не самая простая Да, посмотрим Посмотрим, что здесь Ну, тут у нас Отвечая на вопрос Артема Крюкова Знаем мы, что до достаточно солидного возраста К Ральфу Сукен на турниры приезжали родители Не совсем, наверное, про то, что спрашивает Артем Но глобально про какие-то моменты Не совсем относящиеся Абсолютно нормальное состояние у детей Я, в частности, например У меня есть несколько Вот Зрители подтянулись Да И Федор Горст Да, и Федор Горст Выигравший Максим Дудонец Йохан Рюйсинг И отец Андрея Виктора Сироштан Ребята выиграли свои партии Я думаю, если встреча эта затянется Не хотелось бы нам этого, конечно У нас здесь будет побольше зрителей В следующем раунде то уж точно Потому что уже шестнадцать человек всего останется Ну, у стола Торстом Хоу Посмотрим, что он предпримет в этой ситуации Так, у нас там выход в угол Отлично, да? На самом деле сделал Да Молодец Так Казакис Вот у нас тут, кстати, еще Евгений, вот Буслаев ведет 4-0 Буслаев идет 4-0 Казакис ведет у Келадзе 7-2 И, наверное, эта встреча уже, можно считать, законченной Да, мы, кстати, обязательно послушаем комментарии Михаила Келадзе по этому поводу Я думаю, это будет интересно Ну, Михаилу самому уж точно Хороший удар был у Торста Ну, Александр Казакис очень сильный игрок Здесь, конечно, сложно Так, ну и Руслан Ченахов с Бабкеном 6-2 пока играет Покин 5-0 А с кем играет Денис? Денис Покин, по-моему, играет с иранским игроком, если не ошибаюсь, сейчас посмотрим Денис также прошел, кстати, по верхней сетке С кипрским игроком Милли Галлиотисом он играет Да, сначала надо выговорить эту фамилию, да? Да, сначала нужно собраться с духом Поэтому проще обыграть и забыть про этого человека Так, проходит у нас пятерка Да, очень много, кстати, именно вопросов, разговоров о том, почему так получилось Что, например, игроки высочайшего класса, как мы вчера смотрели, Иманин Суке Играют друг с другом И, допустим, более низкого класса также друг с другом в том же раунде Здесь не было жеребьевки, не было, точнее, была жеребьевка, не было рассеивания Но рассеивались первые два игрока Ну, конечно, попытались организаторы рассеять именно иностранцев, чтобы хотя бы Ну, понятно, что русских здесь больше всего, и они встретятся друг с другом Но иностранцы были разведены, это делается всегда на турнирах Но вот много у нас очень сильных игроков, игроков экстра-классов, конечно Не бывает такого, что они друг с другом не встретятся Это большая редкость И что касаемо сетки, вот, можно посмотреть Вот у Евгения Сталева, скажем так, была достаточно простая сетка Миновал он как раз европейских игроков Но вот, насколько нам стало известно, снялся Евгений с турнира Ну, снизу к нему попала Дарья Сиротина Чемпионка Европы, кстати, по восьмерке Да, прошлого года, по-моему Много времени уделявшая Снукер, а сейчас, наверное, вернувшаяся все-таки на пол Да, вернувшись на пол, но вот 2-0 вела Дарья И, насколько я знаю, взяв одну партию Евгения Поскольку репетиция проходит на другой стороне Но сейчас абсолютная тишина, не знаю, в том году было абсолютно то же самое В общем, мог подождать Евгений на самом деле немножко Да, я думаю, можно было взять и перерыв Есть 10-минутный перерыв у спортсменов В этом нет ничего такого, но... Так, а у нас собирает Орстен, ну, почти, наверное, почти уже собрал Остался у него последний шар, который в Лузе висит Да, 7-6 счет, разбой Андрея Вот, опять-таки, нам подсказывают, что, да, иностранцы регистрируются в начале Все-таки турнамент сервиса, да, соответственно, потом Нету, нету в первых раундах этих пар из одной страны Итак, 6-7, ну, 7-6, да, разбоя Андрея Сейчас мы обратим внимание на то, как настраивается Андрей Вот это, кстати, позор Альфа Сукея, я бы сказал Его разбой Пожелаем ему, безусловно, удачи Вот именно в этой партии очень хотелось бы Очень хотелось бы, чтобы именно в этой партии завершилась эта встреча на его разбой Надо собрать И вот здесь, конечно же, вот как мы говорили, да, у процентного соотношения разбоя от игроков и собираний Здесь, конечно, вот половина, а то и 60% сейчас влияет Проверяет все досконально Андрей Чтобы не было зазоров Проверяет Видимо, здесь, как очень сильно это влияет С шаблоном небольшие проблемы Потому что вот и Андрей не первый раз внимание обращает на установки Промиды И Торстен просил поправить нижний ряд шаров Там как-то не очень плотно встает Смотрим Восьмерка и четверка должны, по идее, падать в среднюю лизу Восьмерка есть Биток Сбивает Биток остается на столе копейка А видна ли она? Видна Не думаю Приакция Андрея Мы видим, что она не видна Ну, она, безусловно, видна, но не настолько, чтобы ее сыграть Не настолько, как хотелось бы сейчас нам и, конечно же, Андрею У нас вот интересная пара Да и еще одна Дуданец Имонин и Казакис Горст Да, да, очень-очень интересно У нас Андрей ставит маску, прекрасный удар И на самом деле и та и другая пара, которая сейчас на зону могла попасть на ТВ-стол Опять-таки, наши молодые игроки встречаются также с профессионалами Ну, наших молодых игроков тоже уже, да, можно безусловно отнести к профессионалам Да, да, ну, я не буду под словом, я имею в виду именно вот заграничных наших приглашенных звезд Так, у нас Торстен заказывает единицу в центр Он будет играть через два борта, пытаться достать единицу Ибо через один борт нет у него возможности попасть в единицу, не дал ему такой свободы Андрей Да, очень хороший удар, конечно, сделал, да, и очень сильно ограничивает сейчас девятка действия Торстена Два борта, да, есть попадание Есть попадание, куда встает единица Единица выкатывается, ее можно играть, но вот с борта Будет ли он, нет, до борта не дошел немножко биток Посмотрим, будет ли он резать направо в угол, потому что если, конечно, забивает, есть Ченахов выиграл у Бабкена Мелканяна Он сейчас задает нам вопрос И очень вероятно, что как раз следующая встреча будет именно его на ТВ-столе Посмотрим Следим с даром Андрея, поднимает он ки Значит, режет, наверное, или пытается увести он Играет девятку Есть, отличный удар Молодец Посмотрим сверху Есть, есть игра И вот тоже, да, сейчас тоже надо постараться выйти на двое На самом деле, вот, когда одному игроку, вот сейчас, в частности Андрею, остается одна партия Каждый удар сейчас, каждый удар сейчас важен, абсолютно каждый Одна партия всего нужна Так, оставляет он Оставляет, да, на месте, более сложный удар, конечно же, ему предстоит Смотрел Андрей точку Конечно же, знает он прекрасно, в какую часть надо попасть Это больше делается как раз именно для настроя игрока Попадает отлично Здесь В небольшой перевес стоит шар Ну, наверное, да, он хотел бы чуть по-другому, может быть, даже на прямой шар выйти, но это... Да, но четвертый шар возле середины Я думаю, есть здесь такая открытая зона достаточно Достаточно сложный удар сейчас сделал Андрей Это, конечно, проще, но очень часто также, конечно, бывают случаи, когда, сделав сложный удар Смотрим, есть Подняться надо шару, подняться А проходит ли он в угол сейчас? Нет Вот посмотрим Попробуем посмотреть Вот с этой камеры, да нет, не проходит он в угол Мне кажется, немного сильнее надо было играть, хотел он выйти, конечно, на центр Но уж либо слабее, либо сильнее, да, но явно выбранные силы удара не... Не самое оптимальное решение Конечно, состояние Андрея Режет центр Режет середину Ну, в общем, да Показал он такой торстом, торстом кинул кинул головой, что он понял заказ Смотрим Сложнейший удар делает Андрей Проконтролировать еще биток, не уронить Нет Может быть маска? Может быть маска? Наверное, нет По-моему Да Ну, что скажешь, это игра Смотрим дальше Еще ничего не закончится Ничего не понятно Поднимает ки сейчас торсом На более плотном ударе надо играть Да, попадает все здесь Отличный удар Мы посмотрим здесь за выходом Напрямую немножко Есть небольшая резка Она сейчас ровно напротив нашей комментаторской позиции Отошел От борта Да, хороший удар Разбой Андрей Немножко 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 Не было у нас еще, кстати, на ТВ-столе встреч Где развязка была именно в решающей партии Пятнадцатой Так же, я думаю, сейчас после установки судьи пирамиды Тщательно проверим Торстен Настраивается теперь торсом Настраивается теперь торсом Тщательно устанавливает, конечно, нашу пирамиду Пойдет проверять Ну что ж Смотрим, наблюдаем затем Как у нас Торстен выполняет разбой Да, на данный момент это одна шестнадцатая Тридцать два человека пока еще в турнире Это за выход шестнадцать Питок отконтролирован А нету Упавших шаров Два десять Два десять Два десять Два десять слипаются Расстроен, конечно, Торстен Ну, на самом деле Я думаю, планировал Андрей чуть дальше Увести единицу В раздумьях сейчас находится Торстен Хоман Да В самом деле сложное попадание В том плане, что единица выкатится, скорее всего, на ту часть Тола, которая открытой является То есть оставит он ее, заказывает он в угол Значит, будет от двух бортов он попадать От двух бортов попадать единицу Посмотрим Не попадает, маски не встает И, кстати, вот здесь интересный момент Здесь, наверное, можно пытаться подбивать Можно подбивать Да Идет как раз туда шар Будет это, безусловно, делать Андрей Мне очень нравится ему, но смотрит он, безусловно Смотрит он, безусловно Вот как раз смотрит угол этот Андрей Да, есть подбой, но не совсем, конечно, так, как планировал Теперь надо отыгрываться Нужен второй, хороший вот игрыш Да, и вот что здесь позиционно делать Большой, конечно, вопрос Заказывает семерку Андрей Будет ли он ее играть по вот игрше? Вряд ли Нет, это ошибка Совсем непонятно Это, к сожалению, ошибка Оставляет он двойку на игре? Да Да Сейчас уже, конечно, сложно Вот тут даже нас про прогнозы спрашивают Ну, сложно, сложно сказать, кто что Но Торновецкий, вот здесь Здесь я не соглашусь, как минимум, потому что Потому что Торжановский, скорее всего, ближе, чем Торновецкий Во-первых, потому что сейчас он проигрывает 4-1 Вот как раз мы слышим сейчас ту музыку, из-за которой Евгений Сталин прекратил свое выступление Так Вот были, да, были шансы Да, на то, что либо он заденет, либо совсем тонко выйдет Нет, к сожалению Так Семерка К сожалению Не помогает Да Пока что Пока что Есть Удача на стороне Торстана, конечно Так что Это репетиция во второй половине стадиона Олимпийский Да И вот это, наверное, сейчас самый решающий удар будет Да Выход на 7 Выход на 7 Посмотрим Не замажет, если то Верно Кстати, вот мы видим, что резко, по-моему, немного другая Это не та, которая хотела Да Именно поэтому, наверное, смотрит сейчас чуть другую Резку на 7, чуть другой выход на 7 Внимательно смотрим В действительности самый, наверное, важный удар сейчас Да, есть выход Выход есть 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 Мы посмотрим Сейчас, наверное, тоже не самый простой удар в плане забития Да, но поскольку восьмерка находится у нас Возле средней лузы Да, можно не сильно задумываться над выходом Конечно, в разумных пределах Да, здесь Здесь немножко все проще Да, здесь Здесь немножко все проще Да А за десятку могут быть? Нет 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 К сожалению Жаль Жаль Вот это было бы, конечно, интересно Это сейчас видно, потому как Торстен выдохнул, что тоже нервничает, безусловно, контровая партия, хочется ему пройти дальше Это, конечно, камера выглядит, как будто совсем маска у нас большая, но нет, к сожалению, виски Да Два удара Ну, посмотрим на самом деле Видели мы вчера и падение битка в лузу при забитии десятки, видели и скидывание Да, здесь он будет специально играть, конечно, шире, попадая в два-три борта Да Признает Андрей партию Признает Андрей партию Да Выигрывает он У нас Торстен Хоумен Мы временно с вами прощаемся Наверное, минут через двадцать следующий матч у нас начнется Поехали 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 Подписывайтесь Поехали 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 Т Продолжение следует... 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 Продолжение следует...